Добро пожаловать в программу «Оплачиваемый отпуск» в Орегоне. Если вы готовы подать заявление на получение пособий с помощью системы Francis Online, то для этого необходимо выполнить три шага. Шаг первый. Уведомьте своего работодателя и соберите необходимую для подачи заявления информацию. Шаг второй. Создайте учетную запись в системе Francis Online. Шаг третий. Заполните свое заявление и предоставьте подтверждающие документы. Прежде чем мы начнем, имейте в виду, что система Francis Online – это новая система. Мы продолжаем регулярно обновлять процесс подачи заявлений, чтобы сделать его более удобным для вашего использования. Поэтому то, что вы видите на экране, может несколько отличаться от того, что мы покажем вам сегодня. Однако не стоит беспокоиться. Основные шаги будут такими же. Francis Online – это самый быстрый и простой способ подать заявление на оплачиваемый отпуск. Если у вас нет доступа к Francis Online, вы можете отправить нам заявление в бумажном виде или позвонить по телефону. Стоит отметить, что получение ответа на такие способы подачи заявлений может занять более длительное время. Шаг первый. Уведомьте своего работодателя и соберите необходимую для подачи заявления информацию. Вы должны сообщить своему работодателю как минимум за 30 календарных дней до дня начала отпуска. В чрезвычайных ситуациях вы можете уведомить своего работодателя в устной форме в течение 24 часов после начала отпуска, а затем в течение трех дней предоставить письменные уведомления. Если вы не можете доказать, что сообщили своему работодателю о своем отпуске, оплачиваемый отпуск может уменьшить первую выплату вашего еженедельного пособия на 25%. Затем необходимо собрать информацию, необходимую для подачи заявления. Воспользуйтесь контрольным списком, что нужно для подачи заявления на льготы или нашим руководством для работников, благодаря которым вы сможете подготовить все необходимые документы. Оба ресурса можно найти на странице ресурсов на сайте paidleaf.oregon.gov. Итак, вы сообщили своему работодателю о необходимости уйти в отпуск и собрали необходимую для подачи заявления информацию. Теперь давайте создадим учетную запись в системе Francis Online. Шаг 2. Перейдите на сайт francis.oregon.gov и вы увидите экран, который выглядит следующим образом. Нажмите на Sign up for an online account, что означает создать учетную запись. Откроется новое окно, где вы сможете указать свои контактные данные, местоимения и предпочитаемый вами способ коммуникации. Маленький совет по созданию учетной записи. Для того, чтобы продолжить регистрацию и перейти дальше со страницы с адресом, необходимо подтвердить свой адрес. Для этого нажмите на красную ссылку Address not verified, что означает адрес не подтвержден. При этом на экране появится дополнительное поисковое окно с некоторыми вариантами адресов. Мы рекомендуем выбрать один из них. После проверки адреса появится зеленая галочка, что значит «Готово». Если у вас есть другой адрес, по которому вы предпочитаете получать почту, его также необходимо подтвердить. После завершения создания учетной записи, Francis Online выполнит функцию выхода из системы и вернет вас на домашнюю страницу Francis Online для заявителей. Поздравляем! Вы создали свою учетную запись в системе Francis Online. Итак, вы сообщили своему работодателю о том, что планируете уйти в отпуск, собрали информацию для подачи заявления и создали учетную запись в системе Francis Online. Шаг 3. Во время повторного входа в свою учетную запись в системе Francis Online вам необходимо будет настроить двухэтапный процесс верификации. Мы предлагаем это сделать только во время первого входа в систему после создания учетной записи. Еще один быстрый совет. Если в какой-то момент вы нажмете кнопку «Next» дальше, а Francis Online не перейдет на следующую страницу, вы увидите всплывающие предупреждения об ошибке, которые подскажут вам, что нужно сделать, чтобы продолжить начатый процесс. Вам необходимо определить, на какой вид отпуска вы претендуете, и для этого Francis Online задаст вам несколько вопросов, которые помогут вам определиться с выбором. Кроме того, вам необходимо указать, будет ли ваш отпуск последовательным или прерывистым, а также предполагаемую дату начала оплачиваемого отпуска. Для справки, последовательный, непрерывный отпуск означает, что вы не работаете в течение всего отпуска, что вы берете отпуск с даты начала до даты окончания вашего отпуска. Периодический, прерывистый означает, что вы работаете несколько дней между датами начала и окончания отпуска. Следующее, что необходимо сделать, это подтвердить свою личность. На экране может появиться окно с запросом «Добавить работодателя», у которого вы работали в течение определенного периода времени. Используйте ссылку «Добавить работодателя», чтобы найти работодателя по названию компании. После подтверждения некоторых личных данных, Francis Online задаст вам вопрос о вашей трудовой биографии за последний год. Если вы работали в штате Орегон, вы увидите список ваших работодателей, и вам нужно будет ответить на несколько вопросов о каждом из них. Если некоторые работодатели отсутствуют, вы можете добавить их с помощью кнопки «Добавить работодателя». Для каждой работы необходимо найти свою профессию или тип выполняемой работы на каждом рабочем месте. Не нужно искать конкретную должность, достаточно указать категорию, к которой относится ваша работа. Например, если бы я работала в ресторане поваром, я бы ввела в поле ключевых слов слово «Cook – повар». В окне результатов выберите код должности, который наиболее точно соответствует вашей работе. В данном примере я выбрала 35-2011 – «Cook – fast food», «Powar – fast food». При этом откроется всплывающее окно с вопросом «Уверены ли вы, что хотите выбрать этот код?» Следует нажать «Yes – да». А теперь можно приступить к ответам на остальные вопросы о данной работе. Эти действия необходимо выполнить для каждой работы, на которой вы работали в течение последних 12 месяцев. После того, как вы заполните заявление, Francis Online вернет вас на главную страницу. Если в системе есть сообщение, вы увидите красный кружок с цифрой, расположенный рядом с ссылкой «Manage my profile» в настройке моего профиля. Нажмите на кнопку «Manage my profile», чтобы их прочитать. Если требуется выполнить какие-то действия, то рядом с надписью «Action Center» – «Центром действий» появится красный кружок с цифрой. Нажмите на этот кружок, чтобы увидеть эти задачи. После того, как вы подадите свое заявление, мы обработаем вашу информацию и верифицируем вашу личность. Эта проверка может занять не менее двух дней. Кроме того, вам понадобится загрузить документ, подтверждающий ваши жизненные события, и, вероятно, у нас к вам появятся дополнительные вопросы. Поэтому после подачи заявления на отпуск регулярно проверяйте Центр действий и все сообщения в Francis Online, чтобы избежать каких-либо задержек. Вот и все. Вы уведомили своего работодателя и собрали необходимую для подачи заявления информацию. Вы создали учетную запись в системе Francis Online. И, наконец, вы заполнили заявление на получение льгот и предоставили подтверждающие документы. Как только ваше заявление будет одобрено, пособия оплачиваемого отпуска начнут поступать на ваш счет. Всю дополнительную информацию можно найти на странице ресурсов на сайте оплачиваемого отпуска. Если у вас возникли вопросы или вы желаете поговорить с одним из наших специалистов по работе с клиентами, воспользуйтесь одним из указанных здесь способов связи. Мы также обеспечиваем доступ к специальным приспособлениям, в том числе услуги переводчика. Мы с нетерпением ждем ваших звонков и сообщений. И еще раз добро пожаловать в программу «Оплачиваемый отпуск в Орегоне». Продолжение следует...